МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот, и сыграли эти две игры, посмотрели, где мы сейчас находимся. Я так в целом удовлетворен, что как это, и для меня странно было бы, если бы мы сейчас и бежали бы, и все получалось, и не было бы этих ошибок. Значит, мы что-то не так делали. В целом я доволен. Что можете сказать по сегодняшнему матчу в целом? Ну, видно, что вот эти вот ошибки, вот эта вот, как сказать, вот эта спешка, вот это, ну, это надо быть спортсменом, чтобы это все понимать. Когда находишься под такими нагрузками, здесь вроде бы желание есть, а ноги не слушаются. Поэтому эти игры – это информация. Информация плюс над чем работать, чтобы показать ребятам наши ошибки, и все, и двигаться дальше. Ряд футболистов отсутствовали. Это Сочивка, Сорока, Астараук, Галович. Что с ними, почему не играли? Не, ну, у Галовича, у него старый рецидив. Вот. Ну, не старый рецидив, а немножко воспалился Ахилл, поэтому мы его поберегли. Нам этот матч как бы не имел никакого значения. Плюс мы посмотрели на наших молодых ребят, да, им больше времени сыграть. Вот. По Сочивке он восстанавливается еще после старой травмы с того года. Ну, уже с нами едет и уже будет начинать работать в общей группе. Сорока, Астараук? Сорока тоже с нами уже едет и будет начинать работать в общей группе. Определенную работу тоже будет выполнять, готовится. И Астараук начнет индивидуально уже здесь. И я думаю, ко второму сбору в Турции уже приступит в общей группе. Что по новичкам можете сказать? Кто из ребят поедет в Турцию? Не, все едут в Турцию, все, кто играл. И еще добавится один игрок из дубля. Все, кто сегодня играл, все пойдут в Турцию. Ну, что вы сами видите, что как бы все сыграли. Я считаю, что все полевые игроки, кто играли, все сыграли на своем уровне. То есть тяжело было. Очень тяжело им было. Поэтому нормально все. Последний вопрос. Два товарищеских матча, но аудитория болельщиков больше, чем у некоторых клубов высшей лиги. Удивлены? Я думаю, надеюсь, она будет еще больше. Но мы должны это доказать своей игрой, своим результатами. Я думаю, что болельщики будут к нам добавляться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.